Друзья, всем привет, с вами Будда Гришна, и опять люди срывают маски Ксения Собчак, которая, вы знаете, фактически чуть ли не набросилась на певца Шаман, который, как мне кажется, олицетворяет сейчас все патриотическое, что только можно олицетворять, по-моему, потому что именно его песни «Встанем, я русский, как глоток свежего воздуха», который мы ждали очень долго, и это полный антипод поющим трусам, и той эстраде, которая была выстроена за последние 20-30 лет. Но кого-то очень сильно бомбит, кому-то это очень сильно не нравится, я уже говорил, что Шамана можно считать лакмусовой бумажкой, кто выступает против него, тот точно выступает, как мне кажется, и против России, против объединения людей в едином патриотическом порыве. Шаман бесподобно исполнил гимн России, и, собственно говоря, надеюсь, что у него будут новые хиты в том же ключе. Это именно то, что нужно молодежи, морально-нравственные ориентиры, значит, патриотическое воспитание и все, что действительно необходимо. Но таких, как Собчак, бомбит, потому что, понимаете, у них ментально, а не ближе к Западу, к Европе. Им ментально, им не нужно это, у них другая цель, скажем так. И вот пишут о том, что Собчак вновь, значит, в этом смысле набросился на Шамана, и совершенно неожиданно, значит, отреагировал на его признание о том, как он пишет свои песни. Значит, в частности, Шаман рассказал о том, что, в частности, песню «Встанем» ему кто-то надиктовал сверху. Ну, то есть, когда действительно какой-то приходит инсайт, некое озарение, и вот человек просто пишет. И Собчак, иронизируя над этим, пишет у себя, что «Спасибо за честность», имея в виду, что надиктовал кто-то сверху. То есть, она считает, что Шаман песню «Встанем» написал по чьей-то указке, или кто-то дал ему ее для исполнения. То есть, всячески старается дискредитировать его, как мне кажется, вставая на одну ступень вместе с этим Гудковым. Значит, поэтому, друзья, что я хочу сказать. Можно делать, конечно, определенные выводы, которые многие сделали, но у меня один вопрос. Если Собчак спрашивает и иронизирует «Спасибо за честность», надиктовал кто-то сверху, у меня просто встречный вопрос. Сколько же раз Собчак кто-то надиктовал сверху? И вообще, было ли что-нибудь в ее деятельности, что сверху не было надиктовано? Друзья, интересно ваше мнение. В защиту певца Шаман считаю, что мы должны действительно, как он спел, встанем, встать на защиту человека, который спел то, что действительно нужно было спеть уже давно. И вот эти вот, вот эти вот, вот это вот я говорил еще раз, даже никогда бы не подумал, что я буду применять этот термин. Это либерда повылазила из всех щелей для того, чтобы, наверное, объединить нас еще больше. Друзья, с вами был Будда Гришна, интересно ваше мнение, пишите просто в комментариях, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии, в описании к видео для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный и запасной канал Будда Гришна Новости, здесь YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего, Telegram канал Будда Гришна Новости, там политика и не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья, всем пока, до встречи.